В день его смерти почему-то в ЖЖ появилось стихотворение. Я даже толком не понимаю, чье оно. Я не знаю, кто этот юзер, который его написал. И у меня стала сочиняться песня совершенно независима. Я еще не знала даже о том, что произошло. Мне кажется, что, наверное, это неспроста было. Поэтому это про него. Сюжет там совершенно странный. Там ежик и медвежонок из ежиков в тумане участвуют. Здравствуй, медведь. Я пишу тебе по воде своими иглами, Выдорванными из правого бока. Там теперь дырка, в нее проникает смерть. Мне кажется, ты в беде. Тебе неуютно, грустно и одиноко. Но я не могу спуститься туда, где ты, Потому что не знаю входа. И поэтому я пишу тебе уже восемнадцатый раз. И сижу на мосту, и глупо гляжу на воду. И уходит время, и это сближает нас. Я смотрю на небо. Я помню, как ты летел волосатыми толстыми лапами, Сжимая нити. Ты летел совершенно, не думая о красоте. Ты искал меня взглядом и говорил, снимите. И фотографы с мятыми лицами снимали тебя. Я следила с кустов за тобой. И какими-то птицами. И намеренно не выходил. Медведь, твой полет был слышен. И мне было очень страшно. Я стоял в стороне, не мешая тебе лететь. На воздушных шарах не летают. Это скажет тебе любой сопляк. Но ты никому не верил. Ты пытался снова и снова, Не думая о судьбе, не пугаясь в чем. Не слыша свиного рева. Ты летел за медом, но меда ты не нашел. Я следил за тобой, я был молодой и здоровый. Ты не видел в меня, что само по себе хорошо. Потому что твои полеты меня пугали. До такой трясучки, что я мог тебя убить. Ты бы видел в себя, твои глаза не мигали. А порой ты летал, забывая держаться за нить. Помнишь, медведь, я шел к тебе сквозь туман. Твои мертвые крики пугали меня до дрожи. А еще я боялся, что ты раскроешь обман. И когда я приду, предъявишь улики, но все же я переселил ужас. И вошел в твой безмолвный скреп. И сидел там во тьме, симулируя смех и радость. Ел в одиночестве черный и горький хлеб. И одна лишь медведь была у меня в уме. Неужели ты такой сумасшедший и гордый? А причем однажды сидеть в ледяной тюрьме? Ты не думай, медведь, что я собираюсь вечно жить. И писать тебе буквы, которые ты не прочтешь. Скоро встретимся, иглы мои конечные. Я устал от тебя и от этой бегущей воды. На деревьях желтеют листья. Скоро выпадет снег и засыпет старую ложь. Правду тоже засыпет, засыпет твою могилу. И мою засыпет, она будет где-то рядом. Я уверен, кстати, что ты меня там не ждешь. И не слышишь меня, да в общем-то и не надо. Я не слышу меня, да в общем-то и не надо. Я не слышу меня, да в общем-то и не надо. Спасибо. Спасибо.